Ветхозаветные книги Псалмов Расположение Букв, выражений Это называют Кирпич, плитка Плитка, кирпич Вот Два там полустиши таким образом Под ним В середине как бы связующий следующий Идет вот такие лесенки Определенные Для того, чтобы лучше уловить смысл Уловить музыкальный ритм Такое своеобразное Расположение Кроме своеобразного расположения текста Еще в древних рукописях Ученые обнаружили Так называемые знаки Кантиляции Знаки даны были для того, чтобы Помочь человеку Как правильно прочитать этот текст Помочь уловить Музыкальность, поэтичность И Усвоить Правильное его содержание Уроки Данного текста И потом Вот эти знаки Кантиляции Они очень существенно Помогали музыкантам Кто сопровождал песнь Правда Стиль музыки До сей поры Неизвестен ученым Какая музыка была В Ветхом Завете Например Тексты-то сохранились А Образцов музыкальных произведений До сих пор не удается Обнаружить Инструменты музыкальные Известны А вот Конкретно Какая там мелодия была Какой стиль И так далее Неизвестно Книгу Псалмов Очень так активно Использовали Крупные поэты Наши Российские И западные тоже Ну например Когда у известной Поэтессы Анны Ахматовой Спросили Кто ваш любимый поэт Она сказала Мой любимый поэт Царь Давид И в одном из своих Стихотворений Она даже вот Такую фразу Дала О, как знакома Мне та печаль Которой Давид Одарил Все человечество Она имела ввиду Наверное Псалом 50 Покаянный Где сокрушение души Смирение перед Богом Молитвы О прощении Ну и в связи с тем Что Большинство библейских текстов Как мы с вами установили Носят характер Поэтический Художественный И в наибольшей степени Книга Псалтирь Как раз Вот этой особенностью Обладает Мы с вами Должны познакомиться Элементами этого языка Чтобы войти в мир Псалтири В мир переживаний Воздыханий Молитвенных Словословий Надо иметь Хотя бы Общее представление О языке поэзии О художественных средствах О художественных приемах Этого языка Итак Мы приступаем с вами К Знакомству с Элементами поэтического языка В библейских текстах Начинаем с самого простого Сравнение Простое сравнение Когда мы с вами сталкиваемся С сравнением То Оно обычно сопровождается Такими словами Как Подобно Будто Словно Как Есть очень хорошо Известный псалом Моего наизусть Наверное Некоторые выражения Из него Мы помним наизусть Праведник цветет Как дерево Посаженное При потоке Вод Которое приносит Плоство Время свое Лис которого не вернет И во всем Что он не делает Успеет Это из первого псалма А вот есть другой псалом Где сравнение Одно приводится Такое Очень поэтичное Праведник цветет Как Что? Пальма Пальма Да Праведник цветет Как Пальма Вот в данном случае Простое сравнение Но Сравнение Очень мощное Впечатляющее Красочное В сравнении С пальмой Праведник цветет Как пальма Возвышается Подобно Кедру Наливания В первом случае Сравнение Сравнение Сопровождалось С словом Как Как пальма А вот здесь Подобно Подобно Кедру Наливания Да Конечно Взаимозаменяем Есть данные О том Что Можно даже В кедровой роще Проводить операции Без всякой Анестезии Настолько Кедр Очищает Атмосферу От всяких Вредоносных Микробов Бактерий Что можно Даже как В палате Хирургической Проводить Операцию Безопасность Заражения Все мы Блуждали Как овцы Вот опять Сравнение Царство Небесное Подобно Закваске Контраст Другой элемент Поэтического языка Контраст Это противопоставление Как вы понимаете Сопоставление Предметов С противоположными Признаками И свойствами Примеров Очень много В Библии Ибо ты Людей Угнетенных Спасаешь А очень Обменных Унижаешь Одни Спасаются Другие Унижаются Нечестиво Не так Как праведник Да А будет Ветер Да Противопоставление Бог гордым Противится Смиренным Дает благодать Явный Контраст Явное Противопоставление Сердце мудрого На правую сторону А сердце глупого На левую Есть такое Выражение Полностью Художественное Образное Его нельзя понимать Буквально Это одно из Тоже одно из Свойств поэтической речи Она иносказательная Образная Некоторые Например Культы Группы Строят даже Целые Веручения На основе Того Что Не улавливают Образную Речь Например Свидетели Иеговы Они же Учат Что рай Будет на земле Да Там Ад Они не признают Для праведников Будет рай на земле Каким образом Они это обосновывают Вот берут Из псалмов Например Такое выражение Кротки Наследуют землю Они понимают Это выражение Буквально В конце времен На земле Праведники Кротки Будут Царствовать Им земля Будет принадлежать Хотя Вот в данном Случае Поэтическое Выражение Поэтический Оборот Кротки Наследуют Землю Не в том смысле Землю Что они будут Богатыми Царствовать Над землей И так далее Они составляют Соль земли Свет мира Ради Кротких Ради праведных Бог Сохраняет Целое сообщество Как это было Помните В случае С Содомом Магоморой Бог сказал Авраам Если даже Десять праведников Найдут То не истреблю Не уничтожу Эти города Ради избранных Сохраняется Целый мир Что хотели сказать Взять кресло И многие Носили крестья Да-да-да Вот тоже Пример Такого Буквального Понимания Того текста Который надо Понимать Не буквально А иносказательно Духовно Метафора 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 тоже Очень много В библейских книгах Что такое Метафора Это перенесение Свойств Одного предмета На другой Это скрытые Сравнения Если в простом Сравнении Там Такие слова Встречаются Подобно Словно Будто И так далее То В случае с метафорой Этих слов нет Они отсутствуют Внешне Но Внутри Внутри Они присутствуют Это как Подножие Ног Земля Да-да Земля Подножие ног Моих Небо Престол мой Я есмь хлеб Живый Вот речь Христа Во многом Метафорично Изобилует Метафорами Я есмь истинная Виноградная лоза Тоже Метафора Вы соль земли Вы свет мира Это метафоры Свойства одного предмета Переносится на Свойства другого Олицетворение Олицетворение Это особый вид Метафоры Когда Черты Живого Существа Переносится на Неодушевленные Предметы И явления Черты Личности Черты Живого Существа Кто может привести Примеры Из псалмов Из других книг Когда Олицетворяется Что-то такое Вот по Сути Своей Неодушевленное А оно Представляется Как будто Живое А Сион Сион Скачет Холмы Подобно Да Горы Скачут Холмы Как Овны Скачут Там море Увидело И побежало Это Псалом 113 Море Увидело И побежало Неодушевленная Стихия Но она Представлена Как Одушевленное Существо Или Если они Умолкнут То камни Вызопиют Или Небеса Проповедуют Славу Божию О делах рук Его Вещает Тверь У нас в церкви Один Брат всегда Вопрос задавал Никак не пойму Как это Говорит Ночь ночи Передает Знание Ночь ночи Передает Речь Как Не пойму День День Открывает Знание Как это Они переговариваются Между словами Можно Понять У Лермонтова Знаменитое Стихотворение Это есть Ночь тиха Пустыня Внемлет Богу И звезда Со звездой Говорит Это вот Гениальные Строчки Есть песни Песни Можешь Там есть Есть песни Песни Например Это вот Сразу Первый стих Да лапзай Это у меня Лапзали Муж своих И бласки Твои Лучшие вина Это Ну Тут сравнение Скорее всего Сравнение Гипербола Это греческое слово В переводе означает Преувеличение Сознательное Намеренное Специальное Преувеличение Для того Чтобы подчеркнуть Какую-то мысль Какую-то истину В притчах Соломоновых Очень много Гипербол Лучше жить В углу На кровле Нежели с кем Со сварлевой женой В пространном доме Лучше Пучок Белени Чем Отровленный Бет И во нем Да Тоже Притчи Соломонов Удобнее Верблюду Пройти Сквозь Сегольные Уши Нежели Богатому Пойти В царство Божие Правда Некоторые Толкователи Указывают На то Что были Такие ворота В Иерусалиме Да Под названием Игольные Уши Говорят Что это за уши Притянутые На самом деле Таких ворот Не было Да Вот Да Скорее всего Это Такая версия Не имеющая Подтверждения А скорее всего Это прием Такой был Прием Преувеличение Что-то Похоже Даже На пословице Народное А Христос Это использовал Ирония Ирония Это Скрытое Сожаление О Безрассудных Поступках Или Критика Узкого Мышления Слова Христа Часто Содержали Иронию Когда Он Изобличал Фарисеев И книжников По поводу Субботы Кто вспомнит Как Христос Иронизировал Над книжниками Фарисеями Их вот Такое Да Если у вас Осел Или вол Упадет В колодец Не будет ли вы Вытаскивать У пророков Много Таких Ироничных Замечаний Выражений Это можно Или это Сарказм Назвать Когда Он смеется Над пророками Валами Говорит Где же Бог ваш Может он Уснул Кричит Да Можно Этот пример Привести Тут Ирония Переходящая В сарказм Кричите Громче Кричите Громче А у Еремии Есть такое Выражение Отцы Ели Кислый Виноград А у Детей На зубах А скомина Ну как Предполагают Это тоже Была поговорка Такая Народная В ней Тоже Такой Ироничный Смысл Ну да Потом же Он говорит И будет Время Когда будет Есть Виноград А скомины Уже Не будет То есть Он как бы Интерпретирует Другое Время Можно сказать Что Поговорка Парадокс Это Изречение С противоречивой На первый взгляд Мыслью Когда В одном Изречении Соединяются Вроде бы Несоединимые Предметы Вещи Явления Сливается Что-то Несливаемое Противоречие На первый взгляд А вообще Глубокая мудрость Она всегда Парадоксальна Наш Бог Бог парадокса А не логики Да Да Совершенно Верно А от того Что Мы не всегда Умеем Воспринимать Парадокс Вот на этой почве Рождаются Всякие Споры Словопрения Разделения Даже Расколы Споры Кальвинистов Там С арменианами И так далее Нескончаемые Многовековые Вот что Наш ум Приучен К такой К логике К суровой Строгой К рациональному Мышлению А евангельская Мудрость Библейская Мудрость Строится Больше На парадоксах На антиномиях Какой-то По-моему Даже Один Светский Критик Сделал Такой вывод После чтения Евангелия Мол Евангелия Книга Неостросюжетная Значит Острого сюжета Нет В Новом Завете Чем Привлекает Нас Евангелие Евангелие Привлекает Нас Парадоксами Противоречиями Парадоксами Ждали одно А получилось другое Да Вот что Мол Нас Вот что Служит Такой притягательной силы Я пришел Не праведных Спасти Но грешных Я пришел Заскать погибшее Зачем ему погибшее Да Или вот Кто хочет Душу свою Изберечь Тот должен Потерять Тот потеряет ее Кто потеряет Душу свою Ради меня Евангелие Тот сбережет ее Тоже Парадокс На первый взгляд Но и глубокой Поэзии Как раз Тоже строится На парадоксах Поэтический язык Он во многом Парадоксален Тогда Еще в советской эпохе Была Научно популярная Передача По телевидению И там Приводились речения Кого-то Ломоносова Что-ли Из стихотворения Очевидно невероятное Да Очевидно невероятное Там фраза такая Есть А это Пушкин Сказал И гений парадокса Вдруг Но она не до конца Они приводили Эту цитату Там дальше Еще есть Продолжение Ну Есть литераторы И писатели Которые В ключе Парадокс Постоянно Работают Честертон Английские Писатели Многие его Художественные вещи И публицистика Как раз Во многом Базируется На парадоксах На парадоксальных Мыслях Вслед за Честертоном Идет Клайв Льюис Вот эти его Иносказательные Фантастические Произведения Сказки Его как Притч Так и Развернутые Хроники Нарни И Статьи его Публицистические Там Просто христианство Например Письма Баламута Да Письма Баламута У нерегистрированных Баптистов Там Такая строгая Цензура Духовный центр Цензурирует Весь поток Литературы И составляет Такой реестр Памятку Для пресвитера Мне приходилось Видеть Эту памятку Автор Книга И как Можно Использовать Эту книгу Одну книгу Для служителей Там Пометка Такая Для Ищущих А Когда попадаются Такие авторы Как Льюис Клайв Льюис Просто христианство Лжеучение Лжеучение Такой же Цензура Влечили Да Честертон Вечный человек Лжеучение Почему такой вывод Он как раз Связан С тем Что Человек Не дает Себе Усилий Не дает Труда Чтобы Постичь Парадокс Парадоксальное Мышление И ему Кажется Что это Лжеучение А на самом деле Это Апологетика Защита Христианство В защиту Библейских Истин Но на таком Уровне Высоком Интеллектуальном Парадоксальном Видеосеминария ТВС Благотворительный проект Наш общий вклад Обеспечит доступное Христианское образование И формирование Сотен служителей По всему миру Поддержите наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте www.tvseminary.com А из-за того, что Нет у нас навыка В распознавании Таких явлений Мы вот Можем делать Даже такие Категоричные оценки Категоричные выводы Прообраз Это историческое явление Которое служит Пророческой моделью Событий будущего Прообразов очень много В Ветхом Завете Кто Вспомнит Какой-либо Прообраз Ветхозаветний Который действует В Новом Завете Илия и Моисея Как Моисей Вознес змею В пустыне Так должно быть Да, вот это Более точное Более точное Более подходящее Пример К прообразу Медный змей Моисея Ну даже когда Ритуал Жертвоприношения Вот И нет более Жертвы Загреб Да, да В послании И в Рим То есть Жертва уже принесена Христос есть жертва. Это же тоже прообраз можно считать. Да, конечно. Вся вот система жертвоприношения, описанная в книге Левит, это прообраз той жертвы, которая был принесён Христом во искупление рода человеческого. Прообраз это Абрам Исаака на жертву не принес. Может быть? Да, да, конечно. Ещё духовный скала и Христос. Да, скала, с которой чудесным образом вода и стекла. Там ионов, чревики, да. Да, да, три дня. Тоже прообраз. Другого, говорит, знамения не будет. Знамения ионов. Пасха Ветхого Завета. Прохождение мимо. В Ветхом Завете это был знак освобождения от египетского рабства. И в то же время это прообраз, указывающий на Христа. Христос освободитель, Христос победитель. Христос освобождает от рабства греха. Символ особый знак или сигнал, предупреждающий о судьбе отдельных лиц или народов. А можно различать символ и знак? Или в данном случае мы не различаем символ и знак? Ну, может быть, в каких случаях это просто знак. Но символ носит более такой обобщающий характер. Мы чуть позже приведем другие символы, которые нельзя назвать просто знаками, но они в то же время символами являются. Мы приведем пример. Символ может быть как сигнал, в каком случае в Ветхом Завете пророки часто такой прием использовали, когда пророк Еремия возлагал себе на шею что? Да, в Ермолу, в Улзе. Это пророк. Кожаный поезд был. Да, Исаия там ходил ногой и босой. Пророк Агав пришел, когда к Павлу и прожил. Да, он к Павлу пришел, связал его ремнем. С войсом связал. Да, это тоже было предсказание. В деяниях. Это в деяниях. В деяниях. Да. 23 глава. Когда в Ветхом Завете, например, о горах речь идет, то горы тоже часто служат символом восхождения души к Богу. Возвожу очи Моих горам. Это не значит, что Давид? Ну да, к Рисотам Божьим. В буквальном смысле. К Рисотам Божьим. Горе на небеса к Отцу Небесному возвожу очи Моих. С кем? В лестнице Якова. Гора Ермон. Гора Ермон. Гора Ермон. Он олицетворяет тоже так же божественную вот эту высоту. Да, присутствие Божьей. Когда Христос говорил о своем втором пришествии, на какие знаки Он указывал? Глады и моры. Там глады и моры, а вот из жизни природы что Он использовал? Митресей. Растает горы. Да, а смоковница? Посмотрите на смоковницу, когда листья ее изменятся. Символ второго пришествия. Некоторые образы, данные в Библии, тоже могут носить характер символов. Ну, например, пастырь, который ищет потерянный овцу. Это образ Христа, образ Бога. Или два женских характера, Марфа и Мария. Это тоже такие символические образы, обобщающие символы. Вот такие иногда параллели проводят, связанные с характером Марфы, с характером Марии. Марфа, это символ западного христианства, такого практического, деятельного, идущего во вне миссионерства, благотворительность, дела, милосердие, организация, планирование. Это то, что западные христиане могут делать хорошо. Мы копили очень большой опыт. Владимир Алексеевич, вот это можно сказать, Александр Ильич, можно сказать, что, допустим, что сейчас используется как нарицательное, то есть симония, да, вот это, что сделал Симон, да, помните, Волх хотел купить спасение за деньги, то есть симония, вот сейчас она стала в обиходе как символ, символ чего-то продажного, символ, да, конечно, да. В данном случае вот образ этого Симона Волхова, он принял такой символический характер, обобщающий. Многие притчи, вот образы, взятые из притч Христа, тоже носят символический характер. Старший сын и младший сын. Младший сын это как символ языческих народов, если в широком смысле. имейте в виду старший сын. Израиль. Да, образ Израиля. Слово аллегория в переводе с греческого означает иносказание. Нет, крайне много, да, аллегория? Да, аллегория очень много в притчах. Есть одна популярная книга, она у наших традиционных верующих была второй настольной книгой после Библии. Путешествие Пелегрема. Путешествие Пелегрема в небесные страны. Я помню, как наши бабушки предлагали вот эту книгу новообращенным людям, ищущим, кто первый раз приходил в церковь, доставали эту книгу из своих сундучков. Старое издание обычно это были. Давали человеку, ищущему, и при этом говорили, читай эту книгу, получишь большую духовную пользу, но помни, книга это легорическая. Легорическая. Да, книга это легорическая. Так бабушки наши давали оценку, научная оценка данной книги. Книга легорическая, помни об этом. Ну вот, пожалуй, достаточно. Это основные средства, которые наиболее часто используются в поэтических текстах Библии, в том числе и Псалтири. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok